Добрый день. Прежде всего я хотел поблагодарить организаторов за возможность выступить на конференции, которая посвящена столь значимому событию. Большое спасибо. Наш доклад посвящен гипергеометрическим функциям многих переменных и рассматривать мы будем два вопроса. Это аналитическое продолжение таких функций и тесно связанный с ним вопрос об эффективном построении конформного отображения многоугольников. Но начать я хотел бы с небольшого введения в теорию гипергеометрических функций для того, чтобы напомнить основные определения, некоторые свойства, которые мы будем использовать в дальнейшем. И давайте начнем с гипергеометрической функции Гаусса. Она на слайде представлена. Формула 1 и 2. Давайте посмотрим на формулу 1. Это ряд по переменному z, ряд Taylor по переменному z, который может принимать комплексные значения. Коэффициенты этого ряда зависит от трех параметров a, b и c, которые тоже могут быть комплексными. Этот ряд сходится в единичном круге. Модуль z меньше единицы. И обозначение для него стандартно... А можно понять, как указка работает? Непонятно. Вот такое стандартное обозначение f от a, b, c, z для гипергеометрической функции. И давайте перепишем его в таком каноническом виде, формула 2, через так называемый символ пакгаммера. a с нижним индексом k. Это символ пакгаммера. Он обозначает конечное произведение, которое записано ниже в формуле 3. Вот это такое конечное произведение, которое также может быть представлено через гамма-функцию эйлера. Давайте я напишу. Гипергеометрическая функция. Вот ряды 1 и 2 возникли с самого начала математического анализа, как только появилась операция разложения ци в ряд. При соответствующих значениях параметров a, b и c, вот эти в 2 превращаются в самые разные функции. Прямые тригонометрические функции, если перейдем к некоторым пределам еще дальше, и обратные тригонометрические функции. Интегралы первого и второго рода выражаются через эту функцию. Классические функции лежат, функции Бесселя, многие классические полиномы и его самые разнообразные специальные функции магической физики, которые играют столь важную роль в конструктивном решении прикладных задач. Теория этой функции была в значительной степени построена в XIX веке. Известных математиков это Кумер, Гаусс, Риммон. Если говорить об обобщениях этой функции, то в первую очередь мы упомянем ряд, изображенный на слайде под номером 6. Ряда Гаусса со множителей, через которые выражаются коэффициенты этой функции. Функции по Гаммеру не обходятся очень и очень многие физические задачи. И такая функция дает конструктивный аппарат для этих задач. А вот теория гипергеометрических функций многих переменных берет начало уже в конце XIX века, когда Оля Пель и Джузеппе Лауричелло в своих работах привели первые представители такого класса функций. Вот на слайде под номерами 7, 8, 9, 4 функции Апеля. В первую очередь эти функции возникли у Апеля в приложениях к механике. Дело в том, что Апель много занимался приложениями. Конечно, некоторые функции были введены как формальные обобщения, но, например, функция F1 возникла в связи с реальными приложениями. Новый класс функций, который, естественно, называют гипергеометрическими функциями двух и большего числа переменных, привлек внимание многих исследователей. Но возникает вопрос, а как естественным образом можно было бы определить этот класс? Как сформулировать общее свойство, которому должны удовлетворять гипергеометрические функции многих переменных? Например, представленная под номером 11 гипергеометрическая функция Кампа-де-Феррие является ли достаточным для того, чтобы описать весь класс гипергеометрических функций многих переменных? Или, может быть, целесообразно рассматривать более широкий класс функций? И ответ на этот вопрос дал немецкий математик Жакоб Горн. Он предложил брать за основу определение гипергеометрических функций многих переменных, свойства которым обладает классический гипергеометрический ряд Гаусса. Вот мы, если посмотрим на формулу 12, где коэффициенты ряда Гаусса обозначены через лямбда от К, и возьмем отношение двух последовательных коэффициентов, у которых номер отличается на единицу. Оказывается, что такое отношение является простой рациональной функцией номера К, которая написана здесь в формуле под номером 12. Вот такое простое соотношение имеет место. И, согласно определению Горна, n-кратный ряд, который изображен под номером 13, нужно называть гипергеометрическим рядом многих переменных, если отношение любых двух соседних его коэффициентов является рациональной функцией компонент мультииндекса К1 и так далее КН. То есть имеет место формула 14, в которой приведено отношение любых двух коэффициентов, соседних коэффициентов ряда. А П с индексом йод и Ку с индексом йод — это некоторые полиномы, которые для каждого йод, конечно, свои. Вот если выполняется такое соотношение для всех соседних коэффициентов ряда, то Горн предложил называть такие ряды гипергеометрическими рядами многих переменных. И такие ряды образуют класс гипергеометрических рядов Горна. Возникает следующий вопрос. Если обратиться к формуле 12, то если коэффициенты ряда удовлетворяют, одномерного ряда удовлетворяют такому простому отношению, то для них получается совсем простая такая изящная формула в виде произведения и отношения символов по гаммеру. Возникает вопрос. А во многомерном случае можно ли сформулировать какое-то аналогичное утверждение? Это первый вопрос. И второй вопрос. Хорошо известно, что гипергеометрическая функция Гаусса удовлетворяет дифференциальному уравнению класса Фукса с тремя особыми точками. Очень изящное уравнение, о котором мы сегодня также немножко поговорим. Возникает вопрос. А в случае гипергеометрических функций многих переменах можно ли сформулировать какое-то аналогичное дифференциальное свойство? Оказывается, можно. На слайде под номером 15 представлена система дифференциальных уравнений с частными производными, которая восходит к работам Меллина. Это начало XX века. Как она сформулирована? Мы берем полиномы P с индексом Йод и Q с индексом Йод из формулы 14. Вместо аргументов, то есть вместо компонентов индексов подставляем компоненты дифференциального оператора, который там внизу слева приведен на слайде. И тогда получаем дифференциальные операторы Q с индексом Йод от тета и P с индексом Йод от тета. И вот если мы таким образом, как в формуле 15 показано, действуем на функцию хи от зет, получаем систему уравнения с частными производными. Оказывается, что такой системе удовлетворяет ряд горна, который приведен на слайде под номером 13. Конечно, такая система 15 имеет не единственное решение, но ряд горна является одним из решений такой системы. И следующий вопрос. Если выполняется система ТОЖДИС в 14, то как бы можно было дать представление для коэффициентов λ от k? И ответ на этот вопрос дает известная теорема Оре-Сато. Она утверждает, что коэффициенты любого ряда горна от n переменных можно представить в виде, который дает формула 16. Что из себя представляет эта формула? Давайте последовательно начнем. t в степени k — это некоторый комплексный постоянный множитель. r от k — это произведение некоторой рациональной функции переменных k1 и так далее, kn, и некоторые периодические функции по каждому из переменных k1 и так далее, n. А вот главную часть в представлении этих коэффициентов играет как раз второй со множителя — это произведение гамма-функции. Давайте разберем это произведение гамма-функции. Здесь оно берется от единицы до некоторого номера m. Под знаком гамма стоит линейная комбинация, точнее скалярное произведение йоты строки некоторой целочисленной матрицы и индекса суммирования. А гамма с индексом й — это компонента векторного параметра g, который в четвертой строчке после формулы. Вот так вот. И оказывается, что если, как только мы имеем гипергеометрический ряд, который удовлетворяет системе соотношения 14, это значит, что его коэффициенты имеют вид 16. Но так фактически не ограничивая общности, можно немножечко более простой случай рассматривать. То есть когда матрица L имеет единичную подматрицу, еще некоторым способом отнормировать этот ряд и получим формулу 17. Утверждение такое, что если коэффициенты ряда 13 удовлетворяют условиям 14… А, это и есть условия на функцию хи. Понял, спасибо. …то получаем сразу систему уравнений с частными производными 15. Вот оказывается, такое общее свойство коэффициентов сразу приводит к явному виду системы уравнений с частными производными, которая удовлетворяет этот ряд. И это замечательная совершенно система. Значит, вот именно на основании теории таких систем и строится решение вопроса об аналитическом продолжении этих рядов. Вот это вообще центральный объект теории таких функций. А что касается приложений, то удобно рассматривать несколько менее общий вариант гипергеометрических рядов, о которых говорит теорема Уоросата, но фактически это не ограничивает общности. Значит, вот ряды эти приведены в формуле 17. Вот такие ряды охватывают все гипергеометрические функции, которые возникают в приложениях. Это функции Кампе де Ферье, конечно, сюда вкладывается. Все функции Апелля, Лауричеллы, Шревостава и многие-многие другие гипергеометрические ряды, которые возникают в приложениях. Именно для этого класса объектов нам удалось получить результаты об аналитическом продолжении. Я говорю, когда об аналитическом продолжении, то подразумеваю, что мы строим аналитическое продолжение в виде некоторых новых быстро сходящихся рядов, которые не только дают качественное представление об устройстве продолженной функции во всем комплексном пространстве, но и доставляют эффективный аппарат для ее вычисления. Конечно, у нас не будет возможности представить все полученные результаты. Приведем их лишь для совершенно замечательного представителя семейства гипергеометрических функций Горна, для которого удается вопрос об аналитическом продолжении решить исчерпывающим образом. Это функция, которая была введена итальянским математиком Джузеппо Лауричелло в работе 1893 года. В этой работе она появилась как формальное обобщение гипергеометрической функции Гаусса на случай многих комплексных переменных. Но в дальнейшем оказалось, что именно эта функция является одним из самых востребованных представителей всего семейства функций Горна, который возникает в приложениях и в различных теоретических вопросах. Определение этой функции приведено на слайде под номером 19. Это n-кратный ряд. Давайте сравним его с формулой 20, с помощью которой была введена функция Гаусса. В формуле 19 присутствует n-кратный ряд. Зависит он от векторного параметра a1 и так далее an, b и c также комплексные параметры. И z1 и так далее zn это векторная комплексная переменная. Вот ряд 19 сходится в единичном поликруге, то есть когда каждая компонента z1 и так далее zn по модулю меньше единицы. Если как только хотя бы одна из этих переменных по модулю больше единицы, то ряд расходится. Это замечательная функция уже тем, что для нее возникает такая простая область сходимости. Единичный поликруг. Вообще говоря, область сходимости для гипергеометрического ряда горна может быть устроена очень сложно. Но эта замечательная функция, она обладает еще несколькими, в некотором смысле экстремальными свойствами. А вот следующие две формулы, сравнение следующих двух формул показывает, что действительно функция Лауричелла является самым естественным обобщением гипергеометрических функций Гаусса на случай n-комплексных переменных. Вот оказывается, что для функции Лауричелла справедлива формула 22. То есть эта функция может быть представлена в виде однократного интеграла от вот такого простого произведения биномов. Эта формула называется формулой типа Эйлера. В ней каждому переменному соответствует свой сомножитель. И напомним здесь строчкой выше представление Эйлера для функции Гаусса. Это функция Гаусса одного переменного, и у нее в подинтегральном выражении присутствует в знаменателе только один сомножитель. Естественно, если в формуле 22 будет только одна переменная, то получим формулу 21. И вот такие интегралы возникают, много где возникают, но у нас они появятся в связи с задачей о конформном отображении. Я еще напомню некоторые свойства этих функций. Функция Гаусса является одним из решений дифференциального уравнения 23. Это дифференциальное уравнение класса Фукса с тремя особыми точками 0, 1 и бесконечность. Регулярные особенности у этого уравнения. То есть каждое решение уравнения растет не быстрее, чем некоторая степень. И вот функция Гаусса является единственным голоморфным в точке z равно 0 решением этого уравнения. Конечно, оно не единственное решение этого уравнения. А вот функция Лауричеллы, поскольку это функция многих переменах, она удовлетворяет системе уравнений с частными производными, которые представлены на слайде под номером 24. Вот эта система появилась еще в работе Лауричеллы 1893 года, но оказывается, что она является частным случаем общей системы Меллина, которую мы рассматривали для гипергеометрического ряда Горна. Здесь в формуле 24 записаны в едином виде n уравнений. Коэффициенты этих уравнений выражаются через параметры функции Лауричеллы. Чем она замечательна? Конечно, поскольку здесь рассматривается нмерное комплексное пространство, то не может быть изолированных особенностей. Но есть особое множество, так называемое сингулярное множество, которое представляет собой объединение гиперплоскостей. Они даны на слайде под номером 25. Например, точки, у которых все компоненты равны бесконечности или все компоненты равны единице, принадлежат этому сингулярному множеству. И в некотором смысле такая система является экстремальной во всем классе гипергеометрических систем дифференциальных уравнений. В том смысле, что она является переопределенной, как и другие системы из этого класса. Но оказывается, с ростом числа переменных число линейно-независимых решений растет очень медленно. То есть в окрестности каждой точки нмерного комплексного пространства существует всего-навсего n плюс единица линейно-независимых решений этой системы. Всего-навсего n плюс единица. А теперь давайте перейдем к приложению, в котором эта функция возникает. Это задача о конформном отображении многоугольников, которая упоминалась в начале доклада. Вообще вопрос о построении конформного отображения является очень трудным. Но если такое конформное отображение построено, то это открывает качественно новые возможности для изучения различных теоретических и прикладных вопросов, которые, как правило, ставятся в сложной области. Например, открывает возможность для принципиально более точного решения краевых задач в сложной области. Очень важно, когда для целого класса областей удается указать единый алгоритм или единое представление для конформного отображения. Плоских, конечно, мы говорим про плоские краевые задачи. Конечно, плоские. Но, тем не менее, задачи могут быть очень сложные. И в плоском случае тоже. Конечно. Вот представим себе, что нам нужно построить конформное отображение верхней полуплоскости на многоугольник. Многоугольник расположен на плоскости, которую мы называем W. Вершины будем обозначать через W с индексом y. А углы в этих вершинах через π умножить на β с индексом y. Нам так удобно. Вот вершины многоугольника, которые справа вверху слайда изображены, занумерованные от 0 до n плюс 2. Забегая вперед, скажу, так пронумеровать удобно, чтобы в дальнейшем возникла функция Лауричелла ровно с n числом переменных. И давайте еще зададим некоторые условия нормировки, которые изображены на слайде под номером 26. Три точки в три точки. Ну вот 0 в точку W, 0, 1 в точку W с индексом n плюс 1 и бесконечность в бесконечность. Согласно теории Мериммана, после того, как мы зафиксировали эти условия, все отображение единственным образом определено. И согласно известным книгам по комплексному анализу, оно может быть записано в виде интеграла Кристофеля Шварца, который представлен на слайде под номером 27. Вот это такой интеграл как бы несложного вида, интеграл как функция верхнего предела, а в подинтегральном выражении у него присутствует вот n плюс 2 сомножителя. Казалось бы, что может быть лучше? Аналитическое представление. Вот все, пожалуйста, берем с помощью него, вычисляем конформное отображение. Но оказывается, формула 27 не полностью определена. Дело в том, что в ней, в подинтегральном выражении, здесь присутствуют величины дзита с индексом йод, через которые обозначены прообразы вершин многоугольника. Вот оказывается, формула записывается в таком явном виде, но с точностью до набора из n большое неизвестных величин. Если эти величины известны, то по крайней мере формула 27 определена. Уже другой вопрос, как с помощью нее осуществлять вычисления. Но пока эти величины неизвестны, пользоваться этой формулой нельзя. Можно сформировать, это я пока рассказываю, такой стандартный путь, можно сформировать систему нелинейных уравнений для вычисления этих прообразов, то есть такую систему, из которой можно было бы потом с помощью некоторых численных методов эти прообразы дзита с индексом йод найти. Как она формулируется? Давайте проинтегрируем между соседними прообразами. Вот на плоскости дзита, вот там слева. Например, от 0 до дзита 1, если мы проинтегрируем в формуле 27, возьмем модуль, тогда мы должны получить длину стороны W0, W1 многоугольника, которая уже известна. Ну и так дальше, там от дзита 1 до дзита 2 проинтегрировали, от дзита 2 до дзита 3 приравняли соответствующим длинным сторонам многоугольника, набрали достаточное количество уравнений и получили систему, которая на слайде под номером 28 изображена. Есть еще неизвестный параметр, это прединтегральный множитель K0, но если мы, например, на первое уравнение возьмем, поделим все остальные уравнения системы, тогда он пропадет. И, собственно, основная проблема в том, чтобы найти неизвестные прообразы дзита 1 и так далее, дзита с индексом n. Вот в этой системе 28 через и с индексом K обозначены интегралы, которые написаны под номером 29. Вот такие интегралы. Выглядят они похожим образом, и возникает вопрос, нельзя ли их каким-то образом рассматривать единообразно, некоторым стандартным образом разработать некоторую стандартную технику для их вычисления. Забегая вперед, скажу, что при реализации задачи о построении комфортного отображения, если мы будем пользоваться какими бы то ни было стандартными численными методами, то решить эту систему затруднительно, а часто просто не удается. Дело в том, что система нелинейная, аналитические решения известны в каких-то случаях, когда этот многоугольник очень-очень симметричный. А вообще говоря, нужно решать численно эту систему, например, итерационными процедурами типа метода Ньютона. А мы хорошо знаем, что для того, чтобы метод Ньютона так качественно работал, обеспечивал хорошую точность, быструю сходимость, которая характерна для метода Ньютона, совершенно необходимо, чтобы все величины, которые входят в систему уравнений, которую мы решаем, вычислялись с высокой точностью, но желательно с машинной точностью вычислялись. А в задаче о комфортном отображении такие интегралы, которые приведены под номером 29, стандартными методами вычисляются очень плохо. Сейчас я попробую об этом немножко рассказать. Если мы сделаем простую замену переменных вот в этих интегралах и воспользуемся интегральным представлением Эйлера для функции Лауричеллы, то мы как раз и получим представление для них через функцию Лауричеллы. Для каждого интеграла для каждого интеграла будет свое представление. Причем углы многоугольника войдут в параметры функции Лауричеллы, а неизвестные прообразы, точнее комбинации неизвестных прообразов в переменную функции Лауричеллы. И, собственно, вот естественным образом она и возникла здесь. Благодаря вот этому замечательному представлению Эйлера, которое изображено на слайде под номером 31, мы и получаем для неизвестных интегралов формулу 32. И таким образом мы свели вопрос о вычислении интегралов к вопросу о вычислении функции Лауричеллы, о высокоточном вычислении функции Лауричеллы. Ну, казалось бы, у нас есть гипергеометрический ряд, с помощью которого была функция Лауричеллы определена. Давайте разложим интеграл 31 в этот ряд и просуммируем его, и, собственно, каждый из этих интегралов вычислим. Но оказывается, все не так просто. При реализации конформного отображения оказывается, что аргумент функции Лауричеллы как раз не принадлежит единичному поликругу. Не принадлежит. И поэтому исходный гипергеометрический ряд с помощью которого определена функция Лауричеллы не применим для вычисления интеграла 31. Как правило, не применим. В каких-то случаях для отдельных ситуаций некоторые интегралы можно вычислить с помощью него, но вообще говоря, нет. И здесь на помощь приходят те самые формулы аналитического продолжения этой функции, которые нам и удалось получить. Давайте посмотрим простейший случай, который может возникнуть, когда проблема параметров состоит из нахождения одной величины. Это случай четырехугольника. Интеграл Кристофеля Шварца здесь очень простой. Вот формула 34. Система уравнений состоит из одного уравнения. Она дана на слайде под номером 35. Если мы ее выразим с помощью интеграла Эйлера, то получим представление через функцию Гаусс. Вот оно дано на слайде под номером 36. Давайте зафиксируем многоугольник. Нарисуем конкретные углы у него и посмотрим, как устроено поведение этого параметра Zeta1. Давайте зафиксируем вертикальную сторону L1 и начнем увеличивать L0. Мы увидим, что это численные значения, которые мы просто посчитали для этого уравнения. Мы видим, что если увеличивать L0, то есть вытягивать горизонтально этот четырехугольник, то параметр Zeta1 очень быстро стремится к единице. А если наоборот зафиксировать L0 и вытягивать его вверх, то параметр Zeta1 быстро будет стремиться к нулю. А теперь давайте посмотрим на формулу 38. Вот если Zeta1 стремится к нулю, то гипергеометрическую функцию, которая стоит в числителе формулы, действительно можно вычислить с помощью исходного гипергеометрического ряда, потому что Zeta1 — это малая величина. Но если мы посмотрим на ту гипергеометрическую функцию, которая стоит в знаменателе, то Zeta1 — малая величина, значит, единица на Zeta1 — большая величина, и, конечно, никакой гипергеометрический ряд здесь сходиться не будет. Но в данном случае, в случае функции Гаусса, мы можем воспользоваться классической теорией этой функции, которая была построена в XIX веке. Это теория аналитического продолжения функции Гаусса. Два слова я об этом скажу. Прежде всего, строятся так называемые канонические решения дифференциального уравнения Гаусса. Это уравнение 40 или это уравнение класса Фукса с тремя особыми точками, 0 единицы бесконечности. Эти канонические решения представлены на слайде под номером от 41 до 43. В окрестностях каждой особой точки существует ровно два простых решения. Естественно, что каждое решение может быть представлено в виде линейной комбинации двух других линей независимых решений. Проблема аналитического продолжения заключается в том, чтобы найти связи между всеми такими каноническими решениями. Пример формулы продолжения представлен в конце слайда под номером 44. Он говорит о чем? Что функция Гаусса, которая здесь является одним из таких решений канонических, которая приведена под номером 41, является линейной комбинацией решений 42 с явно выписанными коэффициентами. Коэффициенты выписываются через гамма-функцию по простым формулам, которые там внизу слайда написаны. Вот, пожалуйста, есть эффективная формула для вычисления гипергеометрической функции Гаусса вблизи точки z равно 1, точнее в единичном круге с центром точки z равно 1. Полный набор формул таких продолжений вошел в справочники к настоящему моменту. Наиболее изящное решение этого вопроса было получено Римманом. Он использовал как раз интегральное представление Эйлера для функции Гаусса. Вот на слайде 46 приведен еще один пример формулы аналитического продолжения уже для больших по модулю z. То есть слева стоит гипергеометрическая функция, а справа ее представление в виде линейной комбинации вот еще двух решений дифференциального уравнения Гаусса с явно выписанными коэффициентами. В чем прикладное значение этой формулы? Вот если нам нужно вычислить интеграл 45 при больших по модулю z, то мы используем формулы 46 и 47, подставляем вот эти большие по модулю z в гипергеометрические ряды, которые там в этой формуле 46 представлены. Они уже по обратным степеням z очень быстро сходятся, и мы получаем эффективную формулу для вычисления интеграла 45. А как быть в случае, когда много переменных? Вот здесь хорошо было бы построить некоторый аналог этой теории, которая известна для функции Гаусса, в многомерном случае. Вот как раз этот аналог нам удалось развить, и сейчас мы немножечко о нем поговорим. Сейчас мы немножечко о нем поговорим. То есть проблема заключается в том, чтобы для гипергеометрического ряда Лауричелла, который представлен на слайде под номером 49, найти набор представлений вида 50, где лямбда с индексом йод – это некоторые явно выписанные коэффициенты, а У с индексом йод – это решение системы уравнения с частными производными, которую удовлетворяет функция Лауричелла. Эта система еще раз приведена на слайде под номером 51. Вот актуальность нахождения таких формул неоднократно подчеркивалась в литературе в течение XX века. Здесь нужно упомянуть работы Эрдея, работы Гельфанда и математиков из его научной школы, ряд японских математиков. Нам удалось решить этот вопрос, для функции Лауричелла удалось решить этот вопрос некоторым исчерпывающим образом. То есть построить формулу вида 50. Точнее так, для каждой точки n-мерного комплексного пространства у нас есть, по крайней мере, одно такое представление вида 50, где все ряды У с индексом йод сходятся со скоростью многомерной геометрической прогрессии, то есть сходятся экспоненциально. И тогда для интегралов вида 52 у нас есть надежный вычислительный аппарат. Если векторная комплексная переменная z принадлежит единичному кругу, тогда мы используем исходный гипергеометрический ряд, который дан на слайде под номером 53. А если нет, если, по крайней мере, одно из переменных по модулю больше, чем единицы, тогда мы используем одну из формул из построенного нами набора формул аналитического продолжения вида 54. В простейшем случае двух переменных давайте посмотрим, как эти формулы выглядят. Вот предложение 1, аналитическое продолжение функции Лаурючелла в случае двух переменных. Оно здесь, определение этой функции дано на слайде. Вот в такую область 56, где переменные по модулю упорядочены, вот модуль z1 больше, чем модуль z2, дается формулой 57. Здесь линейная комбинация трех функций с явно выписанными коэффициентами. Коэффициенты, написанные в конце слайда, выраженные через гамма-функцию, выглядят и по существу не сложнее, чем в случае классических формул продолжения функции Гаусса. Почему ровно три слагаемых? Потому что переменных две, то есть n большое равно двойке, размерность пространства решений системы дифференциальных уравнений, которая эта функция удовлетворяет, равна тройке. Вот ровно линейная комбинация трех базисных функций здесь и написана. Каждый из этих рядов, которые внутри формулы 57, они сходятся, когда каждый из аргументов по модулю меньше единицы. То есть если z1 и z2 достаточно большие по модулю, то они, формально говоря, сходятся в области 56. Но если z2 и z1 близки, то, например, третий ряд начинает сходиться плохо, потому что есть отношение z2 к z1. И второй ряд тоже. Вот там тоже есть отношение z2 к z1 в аргументе. Возникает вопрос, нельзя ли построить такую формулу, в которой бы ряды хорошо сходились, и когда z2 близки к z1. Такую формулу нам тоже удалось построить. Вот она приведена в предложении 2. Давайте сразу посмотрим на формулу 61. Как раз ряды здесь расположены по степеням z1 минус z2 делить на z1. То есть если, например, z1 равно 10 тысяч, а z2 равно 9999, то мы видим, что разница между ними очень маленькая. Поделим на 10 тысяч. Получается очень хороший знаменатель, с которым этот ряд сходится. Это и есть, конечно, область, где формулы, представленные в предложении 1 и в предложении 2, перекрываются. Область исходимости этих формул перекрывается. Я боюсь, что еще 5 минут, потому что я на 5 минут позже начал. Вы не возражаете, если я буду говорить еще 5 минут? И для случая двух переменных такие формулы дают эффективный вычислительный аппарат. А как быть в случае n переменных? Конечно, и в случае n переменных нам тоже удалось такие формулы построить. В качестве примера я приведу здесь аналог предложения 1. Формула продолжения сформулирована в виде теоремы 1. Функция Лури-Челла представлена в виде линейной комбинации n большое плюс единица от линейно-независимых решений, которые тоже выписаны в явном виде на слайде под номером 66 и 67. Здесь все основные определения даны на слайде, можно за ними проследить, но давайте этого делать не будем. Я еще раз подытожу, что у нас есть полный набор формул аналитического продолжения, которые позволяют представить функцию Лури-Челла во всем анамерном комплексном пространстве и эффективно ее вычислять. Вернемся к задаче о конформном отображении. Я напомню, что основная цель здесь это вычисление прообразов, для которых есть система уравнений 70. Интегралы 71 мы вычисляем с помощью формул аналитического продолжения. Затем, после того, как эта система решена с помощью итерационного метода типа Ньютона, оказывается, что с помощью представления Эйлера мы можем записать и интеграл Кристофеля Шварца через функцию Лури-Челла, и для вычисления конформного отображения тоже использовать формул аналитического продолжения. То есть и для решения проблемы параметров, и для решения вопроса о вычислении конформного отображения у нас есть единый аналитический аппарат. Как может выглядеть конформное отображение некоторых областей? На слайде представлена совсем простая область с такой выемкой. Всего 5 прообразов неизвестных, значит, нужно решать систему 5 на 5, аналитически продолжать функцию Лури-Челла с 5 переменными. Для иллюстрации отображения мы используем конформное отображение прямоугольника на эту область. В прямоугольнике есть естественная декартовая сетка, мы ее переводим с помощью конформного отображения в виде эллиптических функций сначала в верхнюю полуплоскость, а затем, используя нашу технику, отображаем на сложную область. Все вычисления здесь и в дальнейшем произведены за несколько минут, практически с машиной точностью, 14 значащих цифр получены и для конформного отображения, и для прообразов. Если интересно будет, могу потом поподробнее рассказать. Здесь явно виден эффект кроудинга. Все параметры, начиная с мю-2, сгрудились к единице. Кроудинг — это известный эффект, который препятствует вычислению конформного отображения стандартными методами. От английского to crowd — толпица. При использовании формулы аналитического продолжения кроудинг является благоприятствующим фактором. Следующий пример заимствован из этой работы. Авторы моделировали электромагнитное поле в реальной технической установке, которая изображена здесь на слайде, и свели вопрос о вычислении поля и решении соответствующей краевой задачи к конформному отображению от одной дольки естественной этой области. Вот мы представляем для нее результаты по конформному отображению. В той работе, может быть, они достигли своих целей, но результатов по конформному отображению не было представлено. Это ярко выраженный эффект кроудинга здесь. Следующий пример области возникает в теории экстремальных многочленов. Это такая полуполоса бесконечная с вертикальными разрезами. Отображение записано в виде интеграла Кристофеля Шварца. Здесь параметры мы вычислили явно. Если мы умножим вот этот интеграл на 24, возьмем косинус тригонометрический, то получим многочлен экстремальный на зеленых отрезках, которые здесь на верхней полуплоскости изображены. Это обобщение многочлена Чебышова на раз, два, три, четыре, на пять отрезков. Следующий пример экстремального кроудинга. Рассмотрим прямоугольник с очень длинным разрезом зеленым, перешей к длиной эпсилон, порядка одной тысячной. Работает ли метод в случае, когда область фактически распадается на две? Работает. Представляем результаты для прообразов. Здесь вот видите, у них экстремальное уже значение. Там порядка 10 минус 11 могут принимать значения. Сами прообразы расстояние между ними может быть порядка 10 минус 14, 10 минус 15. Нам удалось организовать алгоритм вычислительный так, что даже несмотря на такие малые расстояния между прообразами и использование мантисы всего в 16 значащих цифр, то есть стандартные мантисы, все значащие цифры, которые здесь представлены на слайде, вычислены точно. Вот пример конформного отображения. Возникает вопрос, может быть, вблизи конца разреза это отображение выродилось? Ничего подобного. Делаем увеличение, делаем зум в тысячу раз и видим, что вблизи конца разреза сетка прекрасная. В случае, который я показывал про экстремальные многочлены и в этом случае, здесь возникает интеграл Кристофеля Шварца, записанный в форме гипереллиптического интеграла. Известна техника вычисления гипереллиптических интегралов с помощью многомерных тета-функций. Вот разработанный нами аппарат формулы аналитического продолжения является альтернативой для известной техники в случае вычисления гипереллиптических интегралов. Хотя наш метод работает и в случае, когда интегралы не сводятся к гипереллиптическим. Ну и последний пример. Как может выглядеть общая область? Я имею в виду, например, 21 угольник. Если мы нарисуем более-менее произвольным образом, будет, например, вот такую картинку можно получить, вот такую золотую рыбку. А если немножечко продемонстрируем, продеформируем вершины, то можно получить и золотой ключик. Это в некотором смысле символ, что найденные формулы аналитического продолжения являются ключом к решению, по крайней мере, некоторых проблем, связанных с конформным отображением и с целым рядом других вопросов теории функции. И последний слайд. В случае гипердиометрических рядов Горна у нас есть также продвижение. Постановка задачи вполне аналогичная, то есть требуется найти аналитическое продолжение ряда 77 в виде набора формул 78, где У с индексом Н, М – это некоторый базис в пространстве решений системы уравнений Меллина 79. Для функции Лауричелла, Кампо-де-Ферье и целого ряда других функций, которые возникают в приложении, нам удалось эти формулы получить в явном виде, но и сформулировать общий метод для аналитического продолжения рядов 77. Это получилось сделать благодаря нашим продвижениям в теории аналитического продолжения гипердиометрической функции одного переменного, так называемой функции Фокса и Райта. Удалось построить общий метод для построения формул аналитического продолжения вида 78. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Есть формулы преобразования функции Лауричелла, которые позволяют решить этот вопрос. Есть некоторые специальные формулы, которые, грубо говоря, деформируют границу. И если вначале воспользоваться некоторым специальным тождеством и уже преобразованной функцией применять формулы аналитического продолжения, то такой проблемы не возникает. Кажется, больше нет вопросов. Давайте еще раз поблагодарим. Давайте еще раз поблагодарим Сергея Игоревича. Разрешите?